МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупные строительные компании снизили первоначальную стоимость жилья на 7-20%. Строительные материалы подешевели до 3,2%, а бензин до 0,2%. Это результат антимонопольных мер в этих сферах. Об этом заявил председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумагарин. На встрече с президентом глава государства поручил держать на контроле цены на социальные продукты и товары. Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем председателя правления Международного финансового центра Астана. Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития мировой экономики в случае пандемии. Ельбасы заявил, ухудшение эпидситуации в мире может привести к новому кризису. Уже есть долговой кризис, ожидается усиление инфляции. Энергоресурсы подешевеют. Глава государства провел телефонный разговор с президентом России. Касым Жумар-Тукаев поздравил Владимира Путина с успешной избирательной кампанией в Госдуму 6-го созыва. Он отметил, что результаты выборов очень важны для укрепления внутриполитической стабильности России. Также президент выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате кровавого инцидента, произошедшего в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Владимир Путин, в свою очередь, попросил передать слова соболезнования семьям погибших в результате обстрелов в Алматы. Большая часть казахстанского зерна экспортируется в Афганистан и Иран. В настоящее время убрано и хранится 95% посевов. Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Оскар Мамин. В Казахстане планируется собрать 18 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Из них около 90% – зерновые. Несмотря на то, что из-за засухи объём пшеницы уменьшился, внутренняя потребность полностью обеспечена. На экспорт отправлено более 6,5 миллионов тонн пшеницы. Также утверждён комплексный план социально-экономического развития Кибастуза до 2025 года. По словам министра национальной экономики Осета Иргалиева, в ближайшие три года на развитие города будет направлено 932,8 миллиарда тенге. Эти средства будут направлены на жилищное, строительство, социальную сферу, обеспечение безопасности граждан и решение экологических проблем. Объём инвестиций в основной капитал увеличился в пять раз. В 2025 году это будет 737 миллиардов тенге. Планируется развитие промышленного комплекса города. Будет создано 165 тысяч рабочих мест. Средняя заработная плата увеличится на 43%. Реформы должны стать ядром фундаментальных дел. Это требует мониторинга и обсуждения с общественностью. За два года, прошедшие с момента создания Национального совета общественного доверия, организация приняла 17 законов и около 80 постановлений. Сейчас на стадии разработки и рассмотрения находятся более 15 законопроектов. То есть Совет стал площадкой для диалога, а также политических и социально-экономических реформ. Ранее опубликован аналитический сборник о том, как проводились мирные митинги. На этот раз выходит аналитический доклад по социально-экономическим реформам. Наша цель – продолжить эти реформы. А для этого нужно и дальше контролировать, как на практике реализуются инициативы, есть ли какие-то трудности или наоборот, где нужно усовершенствовать их. Статистика по COVID-19. На 21 сентября 2021 года в мире зафиксировано 298 539 новых случаев заражения коронавирусом. В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 2093 человека с положительным ПЦР-тестом. В Алматы – 415, Карагандинской области – 304, Алматинской – 254, Нурсултан – 190, Павлодарской – 183, Акмолинской – 147, Восточно-Казахстанской области – 128, Костанайской – 107, Атраусской области – 86, Североказахстанской – 76, Актюбинской – 58, Жамбылской области – 55, Западноказахстанской области – 39, Казалардинской – 32, Шимкенте – 29, Туркестанской – 25, Мангостаусской области – 8 человек. Маски и социальная дистанция все еще актуальны. Главная задача – не допустить распространения коронавируса. Медики призывают казахстанцев соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. В развитии экономики страны есть положительная тенденция. Однако в своем ежегодном послании президент дал понять, что нынешняя ситуация все еще остается сложной. Поэтому программы «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» продлены до 2022 года. Общий объем средств, выделенных на эти цели, составит не менее 1 триллиона тенге. Для продолжения привлечения прямых инвестиций в экономику введено понятие стратегического инвестиционного соглашения. В этой связи приняты меры по оптимизации квази-государственного сектора. В частности, объединены холдинги «Батирек» и «Казагра». Однако количество дочерних компаний сократилось вдвое, а численность персонала в полтора раза. В результате создан новый мощный институт развития. И это нововведение придаст новый импульс развитию экономики. Программа «Экономика простых вещей» доказала свою эффективность. За время реализации запущено более 3,5 тысяч проектов. Кроме того, создано 70 тысяч рабочих мест. Общая стоимость произведенной продукции и оказанных услуг составила 3,5 триллиона тенге. Благодаря программе «Дорожная карта бизнеса» государство поддержало 66 тысяч проектов. Это позволило создать и сохранить порядка 150 тысяч рабочих мест. Стоит отметить, для выполнения поручения по продлению срока действия программы из госбюджета выделен 1 триллион тенге. Средства выделяются из Нацбанка. По данным Министерства национальной экономики, из 1 триллиона тенге 300 миллиардов пойдут на обрабатывающую отрасль агропромышленного комплекса. Еще 300 на развитие производственной сферы. Оставшиеся 400 миллиардов будут переданы в обрабатывающую промышленность и сферу услуг. Решение президента о продлении двух программ еще на год окмолинцы с радостью поддержали. Для усиления лидирующей роли Казахстана в Центральной Азии и укрепления позиций в мировой экономике были разработаны и утверждены национальные проекты. Принят национальный план развития экономики Республики Казахстан до 2025 года. В целях привлечения прямых инвестиций внедрен новый инструмент – стратегическое инвестиционное соглашение. На сегодняшний день доказала свою эффективность программа «Экономика простых вещей». В рамках программы «Экономика простых вещей» средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам. Таким образом, у предпринимателей есть возможность получить кредит в банке второго уровня или агрокредитной корпорации под 6% сроком на 10 лет. Ограничений на сумму займа нет. По программе «Дорожная карта бизнеса» кредиты выдаются под 6% сроком на 5 лет. Сумма кредита не должна превышать 7 миллиардов тенге. Зарина Женисбекова, Гульмира Аманбаева, Дастан Булатов, Кукщахпарат. Для людей с ограниченными возможностями будет введен новый вид пособий. В Акмолинской области около 20 тысяч человек получат государственные выплаты по инвалидности. Однако, не каждый обеспечен пособием по уходу и услугами индивидуального помощника. Теперь около 3 тысяч жителей региона, нуждающихся в опеке, получат поддержку от государства. Продлен срок ухода за ребенком-инвалидом с 16 до 18 лет. Размер их пособия вырастет на 37%. Новым законопроектом предусматривается разделение детей в возрасте 7 до 16 лет по группам инвалидности. Данная мера позволит распределить реабилитационные мероприятия и социальную помощь. Получателями пособия воспитывающих инвалидов по области у нас является 2880 человек. По уходу за инвалидами первой группы после 18 лет получателями являются 731 получатели. Касательно данного пособия, я хочу вам еще проинформировать, что 16 сентября 2021 года депутаты Сената парламента приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельной категории граждан. Новый документ позволяет одновременную выдачу пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Также государство взяло под контроль выполнение обязанностей работодателями перед людьми с ограниченными возможностями и работниками, получившими травмы на производстве. В числе получателей пособия многодетной матери есть лица, являющиеся тружениками тыла, женами умерших инвалидов и так далее. Кроме того, в июле 2018 года у нас было введено пособие лиц, осуществляющих уход за совершеннолетним инвалидом первой группы. Данное пособие по уходу получали только дети инвалиды. Вот в июле 2018 года стали получать по уходу за совершеннолетним инвалидом, то есть после 18 лет. Очередь на получение жилья сохраняется, даже если ребенок с ограниченными возможностями достиг совершеннолетия. До выхода нового документа было предусмотрено ожидание только до 10 лет. Законопроект позволит обеспечить жильем более 20 тысяч семей. Назира Балташева, Салтанат Бесенова, Бедятка Иркенов, Амир Куйшибаев, Кукщиак, Парад. Определены лучшие в областном конкурсе среди мастеров декоративно-прикладного творчества Миненатаном Минен Казахстаном. В нем приняли участие около полутора тысяч мастеров прикладного искусства. Произведения победителей районного и городского конкурса были предоставлены на суд зрителей. Мероприятие посвящено 30-летию суверенитета страны. В церемонии награждения приняли участие заместители Акима Акмолинской области Айна Мусралимова и представители интеллигенции. Мастера, принявшие участие в конкурсе разного возраста. К примеру, Кинжибай Смагул ей за 70 лет. Тем не менее, женщина ловко управляется с иголкой и другими материалами для творчества. После обретения независимости Кинжибай Апа переехала на историческую родину, основала свою школу и воспитала учеников. С 1992 года я преподавала трудовой предмет в одну из школ. После выхода на пенсию я не оставила этого дела. Сейчас я провожу мастер-классы для ребят из университетов, колледжей, школ, обучаю тому, что знаю. Поэтому я стараюсь возрождать и прославлять это ремесло, которое сейчас забыто. Ремесло – большая часть истории казахского народа. Ведь именно это искусство неразрывно связано с жизнью страны, с ее культурой. Сегодня в регионе достаточно мастеров, работающих по дереву, занимающихся вышивкой. Об этом говорят организаторы конкурса. Ремесло – это популяризация культуры, традиций и обычаев народа, его многовекового наследия. Не зря говорят, внутри страны – народный рудник. Поэтому, увидев народное творчество в районах, мы везде отбирали лучшие изделия и привозили их в областной центр. Благодаря конструктивной политике Ильбасы Нурсултана Назарбаева в одной дружной семье проживают представители многих национальностей. Все они приняли участие в этой выставке. К примеру, в Астраханском районе мы увидели участие польского народа, чеченского и ингушского народов в Адбасарском и Сандыктаусском районах. Из ста и тысяч изделий сложно определить лучшее. Ведь каждый мастер вкладывает свой смысл в творение своих рук. Представитель Шартандинского района Бектас-Каримулы завоевал гран-при областного конкурса. Харим Бектас! Дорогие друзья, ваши бурные аплодисменты! В этом конкурсе мой труд оценен, и я получаю главный приз. Очень доволен. Надеюсь, что в ближайшее время я проявлю свой творческий потенциал шире. Первое место занял представитель города Косши Асхат Бузумбай. Второе место – 75-летняя Кинжибай Смагул. Представители Ерементавского района Алем Нахшир – почетное третье место. Победителям и призерам вручены ценные подарки и благодарственные письма. Иван Однорог, Абзал Болтабаев, Василий Вережников, Жамбыл Болтаев, Кухщи Акпарат. Некоторые объекты в регионе не сдаются в срок. Основная причина – рост цен на стройматериалы. Также актуален вопрос дальнейшего развития инклюзивного образования в Акмолинской области. Об этом стало известно на заседании депутатской фракции в областном филиале партии Нур-Отан. На заседании депутатской фракции в первую очередь обсуждены причины несвоевременной сдачи строительных объектов. Рост цен на стройматериалы привел к увеличению сметной стоимости. В результате этого работы отклонились от графика, отмечают специалисты. Нур-Отановцы обсудили и другие вопросы. Руководитель областной депутатской фракции Голымбик Магомбетов подчеркнул, что Акимам районов необходимо эффективно расходовать средства. Каждый Аким заинтересован на своей территории за счет инвестиционных средств что-то погрузить и так далее. Но вопрос в том, что не просто желание должно быть, но должна быть хорошая партнерская работа, решая его интересы, все эти интересы делать и так далее. И заключили и все забыли на второй. Еще одна тема – бюджетное финансирование совместного социального проекта партии Нур-Отан и корпоративного фонда Булашак. Каждый ребенок достоин школы в рамках развития инклюзивного образования в Акмолинской области. Стоит отметить, в средней школе номер 4 города Кокшетал открыт инклюзивный кабинет, но возникла необходимость оказания методической помощи учителям. Данный вопрос был решен положительно при участии депутатов партии Нур-Отан. В сентябре до конца учебного года школой номер 4 будет заключен договор, что город правый день данный корпоративный фонд на 648 тысяч тенге. Это для фитерического сопровождения данного кабинета учителей. До конца года необходимо будет еще 100 финансирований. Общая сумма финансирования составляет на 9,5 миллиона 458 тысяч тенге. В ходе реализации предвыборной программы партии решено множество вопросов. К примеру, в Кокшетал открылся крупнейший в СНГ сервисный центр «Джон Дир», а в Буландынском районе вторая очередь – Макинской птицефабрики, производящей 25 тысяч тонн мяса птицы в год. Зарина Женисбекова, Фариза Солбекова, Алмаз Адвакасов, Кокшахпарат. В рамках развития государственной программы «Цифровой Казахстан-2020» в 2019 году был реализован проект «Смарт-сити» в городе Аколь. Основной целью «Смарт-сити» стало создание уникальной первой в Республике Казахстан концептуальной модели умного города. Проект реализован за счет частных инвестиций. В Акольской средней школе номер один в рамках проекта «Смарт-Аколь» оборудована система контроля о безопасности. В некоторых учебных кабинетах установлены камеры видеонаблюдения, датчики задымления, датчики движения, датчик замыкания двери. Новшеством также является внедрение электронной библиотеки, которая облегчила функцию учета библиотечного фонда. Создан электронный каталог, сокращено время обслуживания читателей. Мобильные приложения с информацией с датчиков, турникетов и камер видеонаблюдения установлены на смартфонах директора и администрации школы. Также предусмотрено ведение родительского контроля за посещением школы детьми. Это оповещение родителей о приходе и уходе ребенка с помощью мессенджера «Телеграм». Во всех общественных автобусах действуют Wi-Fi-точки для доступа в интернет, работают GPS-мониторинг общественного транспорта и автомобили государственных учреждений, системы контроля доступа в школах и районном Акимате с возможностью распознавания лиц. На этом большом экране выдается данные со всех датчиков, сенсоров, видеокамер, которые были расположены в городе. О какой-то проект по проекту «Умный город». Был реализован проект в рамках цифровизации Казахстана, создания «Умных городов». А здесь неправильный видеокамер, который расположен в школах, по улицах, в учебных заведениях. Постоянно сотрудники с МАКТОП, которые постоянно все это регулируют. Тачкой многих камер в городе находятся медиастанции, эко-датчики, которые данные постоянно стекают сюда, и в том числе можем отслеживать ситуацию. Установлены 68 камер высокого расширения различного класса, обеспечивающие видеонаблюдение общественных мест, школ города, районные поликлиники, дорог, пешеходных переходов, въезда и выезда из города. В городе расположены 34 точки Wi-Fi доступа в интернет, которые покрывают все школы, центральную районную больницу и центральную площадь. Айгерим Бегенова, Жамбал Болтаев, Кокщак Парад. Спорт, любовь и уважение к истории родной земли – все это объединили вместе в своем легкоатлетическом забеге спортсмены, любители из областного центра Айтан и Аяс Желкабай. Свой забег они посвятили 310-летию со дня рождения Аблайхана и 30-летию независимости страны. Подробности далее в сюжете. Айтан Желкабай – участник экспедиции Аблайханнын Каражулы. Марафон стал своего рода частью и этой экспедиции. Инициативу отца поддержал и его сын Аяс Желкабай. Я участвовал в экспедиции с 31 июля по 13 августа. Мы многие места посмотрели, проехали по пяти областям. Это Акмонская область, Карагандинская область, Павлодарская область, Восточно-Казахстанская область, Алматинская область. Проехали около 8 тысяч километров. Проехали по местам, где сражались Батыры, Аблайхана. Посмотрели места, посетили мемориальный комплекс Абайхи-Берахим-Кланбайла. В многих местах были. Очень рад поддержать своего отца в этом забеге. Главное для всех нас – помнить историю родной земли, своего народа. Это имеет большое воспитательное значение. Спорт и Казахстан – вперед! Изначально спортсмены-любители планировали преодолеть дистанцию в 21 километр. Но сил не только тела, но и духа хватило на то, чтобы пробежать все 26 километров. Иван Однорог, Марат Ахмеджанов, Сабербек Шриезданов, Кукщаяк-Парад. Тренеры областной специализированной школы-интерната колледжа Олимпийского резерва для одаренных в спорте детей имени Богинбай-Батыра города Степногорска активно продолжают работу по подготовке тяжелоатлетов в сборную страны. С начала нового учебного года в зале тяжелой атлетики по несколько часов в день проходят тренировки. В колледж-интернат поступило немало желающих. Они уже сделали первые шаги и теперь готовятся получить медали в большом спорте. Несколько лет я работаю в колледже-интернате для одаренных в спорте детей имени Богинбай-Батыра. Я многому научился у известного в нашей стране тренера Сергея Петровича Шевченко. Сегодня это способствует моему плодотворному труду. В этом учебном году со всех уголков области приезжало много юношей и девушек. С ними мы упорно работаем. Я занимаюсь два года. В интернат я поступила только в этом году. Мне здесь очень нравится. Тренер Сагнак Сагубаевич. На соревнованиях я была на области. Есть призовые места. Также первые и вторые. В интернат я поступила также в этом году. Учусь я в седьмом классе. В интернате очень нравится. Здесь очень интересно, весело. Очень интересный образ жизни. Тренер Сагандык Сагубаевич. Очень хорошо тренирует. Мне нравится. В колледже-интернате имени Бугинбай Батыра города Степногорска становится все больше и больше перспективных юношей и девушек, которые занимаются тяжелой атлетикой и добиваются больших успехов на соревнованиях. Зарина Беккалиева, Колымбек Мухамеджанов, Дархан Сагын, Кокщиак Парад. Во дворце спорта Бурабай состоялось открытие бесплатной секции по брейкингу. Кокшитауские юные танцоры проявляют огромный интерес к данному виду танцев. Брейк-данс – спортивный стиль уличных танцев, созданный в США, афроамериканской и пуартоариканской молодежи в начале 70-х годов. Позже танец начал распространяться в других сообществах и набирал популярность. Школа была реализована уже, наверное, более двух лет. То есть мы уже два года существуем. При базе именно в США Бурабай мы существуем буквально недавно относительно, поскольку мы только стали новым видом спорта, новым олимпийским видом спорта. Мы рады оказаться частью, так скажем, большой такой семьи в США Бурабай. И мы находимся именно здесь сейчас. Уже с сентября месяца у нас набор активно ведется. Пополняем ряды, так скажем, учеников, что с утра, что после обеда у нас тренировки. Набор детей ведется от 5 до 18 лет. Ученики школы получают не только навыки брейкинга, но и активно принимают участие в соревнованиях за пределами страны. Молодые бибои, так называют ребят, танцующих брейкинг, уже пополняют копилку наградами с республиканских чемпионатов. Я занимаюсь уже два года, как открылась школа своего брата Даниэля Ваймурсина. На чемпионате Казахстана забрал третье место, на локальном тузе забрал первое. И среди взрослых на универсале забрал второе место. Я много куда ходил, но именно я отдался больше к танцу, и мне с детства нравилось танцевать. И потом начал ходить на брейки, и оно мне понравилось, потому что ты танцем выражаешь свои чувства искренне, и никого не боясь, начинаешь танцевать. Когда я слышу музыку, я не тяню танцевать, и это словно душа твоя. Брейкданс стал официальным олимпийским видом спорта и добавлен медальный зачет на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ожидается, что присоединение к олимпийской программе уличных соревнований будет способствовать привлечению младшей аудитории. Отметим, что брейкданс как вид соревнований был предложен парижскими организаторами почти два года назад после успешного дебюта на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Бойной Сайресе. Абулай Балтебаев, Дархан Мужубаев, Берик Манап, Кохщах Парад. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова